Новости на Дону Дизайнеры, провайдеры и менеджеры вместе работают над решением какой-либо задачи. Та команда, которая представит самое нетривиальное решение, будет награждена. Обладатель первого места получит 50 тысяч рублей. Однако этот приз формален, говорит министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин. Гораздо важнее перспективы, которые открываются перед стартаперами. На самом деле у победителя появляется реальная работа занять свободную нишу в реальном секторе экономики. Получить продвижение своего продукта, получить реальную платную клиентуру. Ну, соответственно, покровительство того инвестора, который заказал разработку конкретной модели. Прошлый хакатон состоялся с параметром как раз 200, там 202 человека было. По сути дела массовка сегодня набирает обороты и по количеству заинтересованной молодежи мы уже конкурируем с санкт-петербургским хакатоном. По словам Германа Лопаткина, в этом форуме отметят не одного, а нескольких победителей. Есть несколько направлений, по которым будут проводить отбор. Говорить о фаворитах сложно. То, что происходит на форуме, всегда неожиданно, отмечает министр. На втором хакатоне самым прогрессивным оказался 12-летний школьник. Он сумел организовать команду из айтистов, гораздо более старших, чем он сам, и довести ее до победы. Среди направлений, которые интересны участникам хакатона, мобильные приложения для навигации по городу, поисковые системы и робототехника. Новый мост открыли в Мартыновском районе. Речь идет о переправе через реку Сал в районе хутора Малоорловского. Старый мост постоянно затапливало во время паводков. Новый затапливать не будет. Он построен по другим стандартам. Открытие этой дороги, показатель того, что поручение губернатора избавиться от низководных мостов во всем регионе, планомерно исполняется. Об этом на торжественной церемонии заявил министр транспорта Андрей Иванов. На этот объект было потрачено более 82 миллионов рублей. Он стал значительно мощнее, лучше. То есть фактически мы вместе с этим мостом, вновь построенным, можно так считать, получили хорошую дорогу, пешеходную доступность. Фактически в два раза увеличили ширину этого моста. И вместе с этим мы реконструировали еще подходы к мосту. То есть протяженность этого моста 75 метров. И плюс еще в целом почти 500 метров дороги реконструировано. Это подходы к этому мосту. Старый мост построили в 1963 году. В период паводков жители хутора Малоорловского оказывались отрезанными от цивилизации. Объездная дорога была в соседних селах, а это в 30 километрах от хутора. Работы по возведению переправы начались в мае этого года. Их проводило акционерное общество «Ростов Автомост». По словам Андрея Иванова, программа по реконструкции низководных мостов будет продолжена. Смотр коммунальной техники провели в четырех районах Ростова. Заместитель главы администрации по ЖКХ города Владимир Сакилариус оценил качество снегоуборочных машин в Железнодорожном, Ленинском, Октябрьском и Советском районах. По его словам, город готов к зиме. Цитирую, «Мы осмотрели все районные управления благоустройства. Вся техника находится в рабочем состоянии и готова хоть сейчас выйти на улицы города. Приятно видеть командный настрой и бодрость духа сотрудников. Так мы победим любые снежные катаклизмы». Конец цитаты. Единственное, что может помешать уборке снега, отметил чиновник, это неправильно припаркованные автомобили. Он заранее попросил горожан ответственнее подойти к вопросам парковки своих машин. Ростовский трамвай номер 10 украсили осенними листьями. Фотографии вагона выложил в сеть один из пассажиров. Многие ростовчане оценили оформление, пишет Дон-24. «Побольше бы таких трамваев действительно красиво и приятно», комментируют подписчики популярного паблика. Стоит отметить, что именно трамваи в Ростове обращают на себя внимание необычными акциями. Месяц назад в одном из них устроили вечеринку, украшенный шарами и гирляндами, трамвай с танцующими пассажирами катался по одному из маршрутов. В прошлом году на День города трамвайные остановки озвучивали знаменитости. Группа Каста, певица Света и даже главный диктор московского метрополитена Юлия Романова-Кутина. Несколько лет назад в городе серьезно хотели отказаться от трамваев. Активная общественность настояла на необходимости экологически чистого транспорта. К чемпионату мира по футболу вновь запустят трамваи по Станиславского. Напомню, сейчас там полным ходом идет реконструкция. Ростовскую телевышку украсят светодиодами. Благодаря новой подсветке башню будет видно даже за пределами города. Предусмотрены различные световые и цветные комбинации, возможность применения бегущей строки. При этом энергозатраты снизятся в два с половиной раза. Работы по установке светодиодной ленты уже идут. Их закончат к Новому году, сообщается на сайте Донского правительства. Реконструкция архитектурной подсветки ростовской телевышки проводится по инициативе губернатора Василия Гулубева при поддержке гендиректора российской телевизионной и радиовещательной сети. Новый маэстро ростовского музыкального театра пригласил зрителей на хиты Голливуда. Он обратился к публике через Фейсбук, пообещав абсолютно обновленную программу. Информация о назначении Андрея Иванова главным дирижером появилась на сайте музыкального 9 ноября. Прежний дирижер Андрей Аниханов покинул свой пост в начале октября. Он принял предложение Волгоградского академического симфонического оркестра. Андрей Иванов – выпускник Белорусской государственной академии музыки. С 2012 года работал художественным руководителем и дирижером симфонического оркестра Белорусской государственной академии музыки. Ранее Иванов неоднократно сотрудничал с коллективом Ростовского музыкального театра. Концерт под управлением нового дирижера «Музыкальные хиты Голливуда» пройдет 17 ноября. А 16 ноября Андрей Иванов станет гостем студии «Радио ФМ на Дону». Это были новости «ФМ на Дону». Телефон редакции 200 ровно 0849. С вами была Наталья Тарасова. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова